В преддверии Дня Победы в библиотеке имени Маяковского прошла акция под названием «Читая вашу память, чтим». Ученики школы жителей города исполнили стихотворение о войне советских и российских поэтов. Строки о войне, победе и подвигах героев из уст подрастающего поколения. В библиотеке имени Маяковского прошли открытые поэтические чтения, посвященные 9 мая. В поэзии отражаются все наши чувства по поводу этого замечательного события. Это и боль, и радость, и счастье, и гордость за наших героев. Желающих прочитать стихотворение о войне оказалось настолько много, что их разместили на двух площадках – ученики начальных классов и выпускники школ, студенты и жители города. У этих чтений не было цели прочитать лучше или выразительнее остальных. Главное – пропустить через себя и прочувствовать каждую строку произведения. «Каждую семью коснулась война, и у каждого человека воевали бабушки, дедушки, родственники. И поэтому, читая стихи о Великой Отечественной войне, мы как бы отдаем дань памяти героям и участникам войны». «Сколько детям возвратили детство, подарили радость и весну, рядовые армии советской, люди, победившие войну». «Это было очень страшно, что там все стрелялось, там все дымилось, что там танки взрывались, самолеты вниз падали». «Слава героям таким же, как ты, вечная память, не пришедшим с войны». Это стихотворение ученик православной гимназии Федор Драничников написал в честь своего прадедушки Александра Алексеевича, участника Великой Отечественной войны. «Он пожертвовал своей жизнью ради других людей и чтобы люди помнили о таких людях». Военные формы времен Великой Отечественной и настоящие театрализованные постановки. Участники чтения основательно подготовились к выступлениям. А самое главное, что каждое прочитанное стихотворение было наполнено глубоким смыслом и душой. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Владимир Лисик, Служба новостей Саров, 24.